Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Я хотел поговорить об Азербайджане, о призывах начать войну и о том, кто это, молодое поколение, которое не видело войны. Да, я держу руку на пульсе. Могу сказать, что вообще Азербайджане, ты совершенно прав, поменялось поколение, выросло совершенно новое поколение. Но боль от карабахской катастрофы, так это иначе назвать нельзя, потому что, по-моему, более миллиона человек было изграно. Это огромная масса людей. Я знаю очень многих азербайджанцев, которые ощущают, и причем из молодого поколения, потерю карабаха, как величайшую несправедливость, которая есть. Эти люди даже не являются какими-то армянофобами. Они не хотят идти, ненависть не испытывают. Просто они не понимают, почему их предков, их лишили вот этой благословенной земли, а карабаха, это, по-моему, благословенная земля. Но при этом, конечно, вот эти 20, уже 30 лет противостояния сформировали и особое отношение к армянам. Потому что многие азербайджанцы молодого поколения в глаза армянинов живого не видели. Если старшие поколения хорошо знают армян, в Баку жило очень много армян, в Сумгаите жили армяне. Вообще по всему Азербайджану жило очень много армян до этих трагических событий. Потому что, когда мы говорим о том, что азербайджанцы изгнаны из территории Армении, из территории Карабаха, надо говорить также, что и огромное количество армян покинуло территорию Азербайджана, где армяне жили, может быть, даже тысячелетиями, можно так сказать. То есть это трагедия двух народов. И они, если они не выезжали в Россию или куда-то еще, они просто не знали, но никогда не видели армян. У них сформировались, естественно, определенные мифологические представления о том, кто такой армянин, чего хотят армяне. И это, конечно, очень опасная ситуация, поскольку эти представления, естественно, никак не соответствуют реальному армянскому народу и реальному армянину. Они в основном воспитываются в интернет таких баталиях, которые проводятся в оскорбительной форме, на разном форуме. И кажется, что по ту сторону находится враг, да? Даже осицы и ингуши встречаются друг с другом в Российской Федерации, да? У них есть возможность. Армяне-азербайджанцы находятся в гораздо более конфликтной ситуации, молодое поколение. То есть то поколение, которое сегодня держит в руках оружие. У них сформирован в их сознании образ врага. Даже по отношению к туркам у армян такого нет, поскольку в Турцию армяне могут ездить. И ездят свободно через Грузию, потому что весь армянский транзит идет через Грузию. Это может быть водители. В Турции очень много армян живет, как мы знаем. Но в Азербайджане нет. И поэтому вот эта ненависть взаимная, взаимное незнание людей, мне кажется, что это очень создает серьезную проблему большую. Проблему именно для насилия и проблему для того, чтобы быть готовыми к войне. При этом, если это и исламская тема, я не считаю, что это ключевая исламская тема. Поскольку в Азербайджане, как мы знаем, присутствуют две ветви ислама. Присутствуют шиитский ислам и сунитский ислам. И сунитский ислам более тяготеет к северным районам, к районам Кавказа. Значит, аварское и лесгинское влияние достаточно сильное. Очень сильное. Но при этом сами тюрки тоже сунниты в достаточно... Турецкое влияние. Но шиитское влияние, влияние Ирана в религиозной и духовной сфере, которого Азербайджан находился на протяжении очень длительного времени, это тоже очень важно. Тут еще есть момент. Главным таким, наверное, центром религиозного, духовного шиитма является Нардаран. И Нардаран находится под особым таким прессингом. Потому что про-иранские шииты считаются неблагонадежными. Многие сидят в тюрьмах сегодня в Азербайджане. При этом сам верховный муфти Азербайджан, Алашу Кюр Паша Заде, он талыш по национальности, он не азербайджанец. Но он шиит. Поэтому здесь очень сложная такая система. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я не могу сказать. У меня есть знакомые, друзья, бизнесмены. Абсолютно люди не воинственные. Это очень глубоко верующие люди, соблюдающие. А вот я был в компании азербайджанцев, достаточно состоятельных людей, да? Они еще по такой бакинской манере шутили друг с другом, знаешь, так. Вот там сидели за столом шииты, суниты, подкалывали друг друга даже немножко. Может, мне пытались показать что-то. Ну, очень такая приятная, комфортная среда, естественно, как это в Баку только бывает, наверное, да? И я не знаю, какие стереотипы в Баку есть в Дагестане. Думаю, что самое лучшее в Дагестане о Баку представление. Город, которому рады всем по большому счету. И, в общем, вот, да, это верующие люди. Это люди, соблюдающие посты, очень строго держащие люди, не пропускающие молитв. И люди, конечно, тоже поднимающие вопрос Карабаха. Это как очень важный такой ритуальный момент уже, да? Эта боль, она не утихнет. Плащ по Карабаху, боль Карабаха. И это вот существенный момент. Это, конечно, важно. Понимать, что обе страны готовы к войне, причем к войне серьезной, к войне модуляционной, идеологической. Я хотел вот какой вопрос задать. Сегодня, по прошествии 30 лет, мы видим, что религиозность в Азербайджане растет. Несмотря на светское, советское прошлое, религиозность растет, как я вижу, по трем направлениям. Понятно, что это влияние, скажем, религиозного Ирана на шиитское население, это влияние Турции на протурецки настроенную молодежь, и это влияние Саудовской Аравии на, скажем, молодежь салафитскую. То есть, по трем направлениям идет повышение религиозности. Причем, под влиянием салафитской проповеди тоже выросло количество суннитов за последние десятилетия в Азербайджане. Как вот в этом случае религиозность молодого поколения может повлиять на дальнейшее развитие конфликта и, не дай бог, вооруженного столкновения? Как поведет себя это поколение, на ваш взгляд? Ну, я только вот не соглашусь с третьим пунктом. Я считаю, что влияние Дагестана в религиозном смысле гораздо больше, чем влияние Саудовской Аравии. Саудовцы далеко, они непонятные, они другие, они приезжают на курорты Габала или Шики, но Дагестан находится рядом. Если бы до коронавируса свободное очень массовое перемещение туда-сюда, это очень сильное влияние чеченцев. Приходит к тому, что Муслим Магомая, выдающийся азербайджанский певец, он же чеченец по национальности, мы знаем это. И чеченцы во время войны, первой-второй войны, очень большая была эмиграция в Азербайджане, есть дети, которые там выросли, и, естественно, к ним относятся по-братски ко всем. Поэтому влияние Северного Кавказа и мусульманского, Суницкого Северного Кавказа, оно гораздо больше, на мой взгляд, чем влияние даже Турции и Саудовской Аравии. Потому что если брать уровень исламизации, то Дагестан, конечно, на мой взгляд, гораздо больше исламизирован, чем, допустим, некоторые районы Турции даже. И Дагестан находится рядом, и Чечня находится рядом. Поэтому, мне кажется, вот этот фактор очень существенный. Сейчас граница по Самуру перекрыта из-за болезни, когда она открыта, то вообще проблем нет. И как эта молодежь будет воспринимать, как ее религиозность, кажется, я не думаю, что это очень сильно религиозно, на самом деле, вот молодежь именно в дагестанском понимании. Я еще раз говорю, я не очень хорошо знаю эту среду в Азербайджане, в отличие от Дагестана. Ну, в общем, да, это люди, которые... Я просто такого фанатизма не встречал в Азербайджане, честно скажу. Азербайджанцы, их религия, она как бы не так для них определяет их идентичность, как для дагестанцев, для многих. И это важный момент. Я не думаю, что во время войны, если она... Мы, конечно, хотели бы, чтобы она прекратилась, эта война, чтобы два народа не убивали друг друга, но это все по воле Всевышнего происходит. И я не думаю, что религиозный фактор будет ключевым фактором мобилизации. Я вообще не думаю, что национализм будет гораздо более... Национализм, патриотизм гораздо будет большим фактором мобилизации. Но я знаю, что в среде религиозного молодого поколения идет постепенный отказ от националистических позиций в сторону общемусульманского братства. И я знаю, что молодежь азербайджанская говорит, что мы отходим от национализма, мы преодолеваем национальные рамки между аварцами, лесгинами, азербайджанцами, турками. Для нас все братья, ну, нам известные как бы позиции. И я вижу, что даже вроде бы такая успешная молодежь, вроде бы в бизнесе, на хороших позициях, зарабатывает деньги, которые все больше ориентируются на турецкую версию, скажем, и мирской успешности, и, скажем, такой благонравной религиозности. Они видят, каких успехов добивается Турция, которая сочетает и современный образ жизни, и религиозность. И они видят ролики, как молятся турецкие солдаты в Сирии. Они видят успехи Турции сейчас на ливийском направлении. И они понимают, что это сочетание, оно эффективно. И даже, казалось бы, белые воротнички, которые работают в бакинских офисах, при растущей религиозности, они понимают, что залог успеха в этом конфликте будет зависеть от того, насколько они будут следовать принципам религии. Нивелируя, может быть, даже разницу между шиитским и большинством религиозности. Но именно убежденных позиций, которые демонстрирует, к примеру, турецкий стеблышмент сейчас и военная верхушка. Руслан, азербайджанцы это не турки. Сколько бы Эрдоган ни говорил, что мы один народ, или чего, шагу, или да, вот так вот, это совсем не так. Да, очень много общего. Очень много общего в языке. Но даже если ты возьмешь культурные аспекты, азербайджанские ханства, шикинское ханство, или другие ханства, или Нахичевань, это не Турция. Это, безусловно, агузы, тюркский народ по происхождению, хотя на территории Азербайджана живет много этносов. И лесгины живут, и аварцы, и тавыши, и многие другие. Но, в общем, записывать азербайджанцев в турки и сравнивать их ментально с турками я бы не стал. Мне кажется, азербайджанцы гораздо в большей степени сочетают в себе такую удивительную гармонию иранского влияния культурного, и кавказского, и тюркского. Вот такая уникальная нация. Поэтому я лично тоже раньше так думал, но азербайджанские интеллектуалы, с которыми мне довелось общаться, я даже не Гейдара Джамали имею в виду, или Архана Джамали, которые москвичи по происхождению, да? А вот бакинцы, или гинжинцы, или шикинцы, они мне просто рассказали про культуру Азербайджана, про которую мы не очень хорошо знаем. И, честно говоря, это не турецкая культура совсем. Во-первых, не было... В Азербайджане нет вот этого флера, к сожалению, о величии османизма, который отличает турецкое сознание, который позволяет этническому грузину Эрдогану сегодня возглавлять, в принципе, тюркский мир, превращая его в исламский мир. У азербайджанов в прошлом не было... Он не был частью Османской империи никогда вообще. Он был частью Персидской империи, потом Российской империи. Да. Да, и как империя, как часть, это не была провинция. Это были ханства, свободные, сильные ханства, которые воевали так же, как в соседнем, понимаешь, Южном Дагестане там и так далее. Которые там русские войска завоевывали с боями, брали гинжу с боями, брали шики с боями, которые участвовали, особенно северные ханства в движении Шамиля, помогали ему там. Ну, в общем, кавказской этой вот, значит, войне. Поэтому я думаю, что турецкие параллели здесь неприменимы. Я не думаю... Я понимаю, о чем ты говоришь, что вот они говорят, что вот стирается разница. Вот это вот этническое, стирается разница. Я не думаю, что это так. Я думаю, что для азербайджанцев очень важен, безусловно, ислам. Но этнический фактор, фактор национального сознания, национального суверенитета, он не менее важен, вот так вот скажу. А может быть, даже чуть-чуть превосходит более. Потому что Азербайджан доказывает свою уникальность, в том числе и в диалоге с Турцией. Турецкое влияние очень сильное, но это не филиал турецкой культуры. Это совершенно оригинальное тюрко-кавказское-персидское культурное пространство. Особая цивилизация, я бы сказал, на территории республики Азербайджан. Иран, включая северный Азербайджан Ирана с Табризом и с остальными совершенно. Потому что на самом деле разорвать трудно это пространство. Даже Сталин пытался объединить, пытался создать то же государство, которое этот проект провалился. И сегодня граница с Ираном, она достаточно свободна для азербайджанцев. Тоже они могут в Табриз на машине спокойно поехать. Поэтому я считаю, что иранское влияние, конечно, гораздо более мощное. Но я также полагаю, что сформировалась особая азербайджанская ментальность. Особое азербайджанское национальное самосознание. И вот у Гейдара Джемаля, великого сына азербайджанского народа, была такая мысль, что национальное самосознание формируется через осознание травмы исторической. Как татары осознали себя татарами после взятия Казани. Дагестанцы в ходе Кавказской войны осознали себя именно как дагестанцы, как единый Дагестан. Потому что впервые так вот и объединение Дагестана, надо говорить честно, это же Имамат Шамиля. Первое объединение многих ханств и Шамхальств и так далее, Дагестана, или свободных обществ. И также для Азербайджана Карабах – это историческая травма, которая сейчас, на фоне которой сформировалась азербайджанская нация. И это важно понять. Важно понять. И это многие не понимают или отказываются признать. Это серьезная ошибка и недооценка Азербайджана. Многие принимают вежливость и такую культурную мягкость азербайджанцев, в том числе в манер разговора, то, что богатый регион, который торгует и овощами, и мы приняты за какую-то такую мягкость. Это ошибка. Я считаю, что это ошибка. На наших глазах молодое поколение – это совершенно новый Азербайджан. И которые, да, они полны патриотическим духом. Это более жесткое поколение, чем постсоветское. Еще раз говорю, постсоветское поколение знало армян. Главный враг – это, к сожалению, надо говорить правильно. Это сегодня Армения. Молодое поколение никогда не видело армян только сквозь прорезь прицела. Это настоящая трагедия, на мой взгляд, для Кавказа, для всего, для которого армяне являются таким же народом, который всегда живет уже много столетий по всей территории Кавказа, Южного и Северного. Этот конфликт, на мой взгляд, был искусственно сформирован. И сегодня, возможно, настал день, когда кто-то, кто готовил эту мину замедленного действия, ее запускает. В двух народах выросли два поколения, которые имеют негативные мифологические представления друг о друге. Это идеальный сюжет для страшной тотальной войны. Пусть Всевышний убережет наш общий дом от непоправимого сценария. Искренне вас благодарю. Не смею больше отвлекать. Надеюсь, мы вскоре еще увидимся. Всего доброго, всех благ. Продолжение следует...